Всем привет! Сегодня посмотрим, почему хочется, но не получается достичь желаемой цели. Что преграждает вам путь, что мешает? Посмотрим, какие моменты откроет для нас сегодня Вселенная. Иногда мы не видим истинных причин происходящего. И вот карты нам сегодня, я надеюсь, на них укажут, помогут разобраться. Итак, поехали! Давайте посмотрим, вообще путь открыт у вас. А если закрыт, вдруг карты покажут. Посмотрим, почему закрыт, причины вскроем. Итак, путь открыт, путь к переменам, к улучшению вашей ситуации. Ну, конечно, шестерка червей, путь открыт. Ничего негативного я здесь не вижу сейчас. Но мы посмотрим, конечно, какие моменты еще у нас выйдут на поверхность. Но вот сейчас по первой карте я могу сказать, что однозначно дорога открыта. Даже карта дороги выпала. То есть путь открыт. Да, начинай движение. Что-то планируешь, начинай реализовывать. О чем-то мечтаешь, опять же, начинай что-то делать. Какие-то нужны шаги, действия. Вселенная помогает тем, кто в поиске и тем, кто движется вперед, кто постоянно самосовершенствуется, кто стремится расти. Если мы сидим в одной позиции годами, на одной работе, в одних отношениях, в которых давно нет перспективы и нет эмоциональной удовлетворенности, значит, это нужно оставлять. Это нужно оставлять, от чего-то уходить. Давайте просмотрим, надо ли вам от чего-то уйти, чтобы открылся ваш путь. Что-то вам нужно оставить. Вам нужно очень быстро действовать. Паш Мечей. Паш Мечей. Ну, знаете, как-то вот даже иногда, иногда вам нужно мобилизоваться для того, чтобы быстро принять решение. Вот не хватает у вас, может быть, решительности. Не хватает, знаете, спонтанности. Нам всем иногда не хватает спонтанности. Вот мы часто думаем долго, когда нужно принять решение быстро. Мы начинаем анализировать то, что не нужно анализировать. Да, это карта быстрой реакции. Нужно быстро разрубить какой-то узел. Пока проблему мне большую как бы не показывают, да, вот большой узел. Но есть вот такая неуверенность, когда мы лучше 10 раз подумаем, а вдруг я потеряю эту стабильность, а что потом будет, да, вдруг я потом там почувствую себя хуже, вдруг я понесу какие-то потери. То есть вот такие моменты, когда хочется отступить назад, найти какие-то тысячи, наверное, оправданий для того, чтобы не делать шаг вперёд, не принимать решение. Есть такой момент, да, момент неуверенности в будущем. Давайте ещё посмотрим, есть ли вообще какие-то преграды, весомые преграды. Основательны ли ваши страхи, ваши опасения? Имеют ли они под собой основание какое-то? Да не имеют никакого основания, четвёрка кубков. Возможности есть, видите, вам даются возможности, вот ему даются, а он скучает, сидит, смотрит на эти кубки и как-то ничего не хочет. Знаете, вот этот внутренний пассив – это главная проблема того, что мы ничего не меняем в своей жизни. Я повторю ещё раз, меня часто просто спрашивают, почему Вселенная молчит. Молчит, потому что мы бездействуем, потому что она не слышит нашего голоса, она не слышит, чего мы хотим на самом деле. У нас, знаете, в душах часто такой раздрай, что мы сами себя не понимаем. То нам хочется в прошлое вернуться, то нам хочется на новый путь выйти. И вот эти вот качели внутренние, они ведут к тому, что в итоге мы уже вообще ничего не хотим. У нас и возможности есть что-то новое начать. И есть у нас для этого энергия. Но мы уже не знаем, чего мы хотим на самом деле. Вот карта сомнений, да, сомнений. Чего я хочу, я не пойму. Здесь определённость нужна, определённость. Здесь нет никаких психологических барьеров. Просто какое-то банальное нежелание что-то менять в своей жизни. Вот и всё. Ну, совет, да, совет карт. Какой совет нам дадут? Давайте посмотрим, какой нам совет дадут. Так, король кубков. Кубок наполненность. Наполняй собственную жизнь каким-то смыслом, да. Каким-то смыслом. Ты можешь управлять своей жизнью. Король кубков. Энергия дипломатии. Энергия построения партнёрских отношений. Здесь проблема, знаете, в чём? В том, что вы привыкли либо к какому-то окружению, вот люди как бы проверены для вас, и вы боитесь куда-то ступить в другую сторону. А вдруг там будут не те люди, вдруг они будут вести себя неадекватно по отношению к вам. Это боязнь смены окружения. Боязнь разорвать какие-то связи, да, которые налажены. Вот это вас пугает сегодня. Вот это не даёт вам возможности продвигаться вперёд. Ещё совет, ещё совет. Давно пора перезагрузить свою жизнь, видите? Вселенная уже вам дала для этого сигнал, и, наверное, не единожды. И, наверное, уже не единожды вы получали этот сигнал. То есть Вселенная вам подбрасывает возможности, подбрасывает какие-то пути, показывает вам, что нужно открывать вот эту дверь, вот эту, вот эту, да. Выбирай только то, что тебе ближе, да. Но откладывайте на потом. Как-то вот потом, потом я это всё рассмотрю. Не нужно откладывать жизнь. Паш Мечей, видите? Паш Мечей, карта суд. Нельзя откладывать жизнь на потом. Нужно принимать решение здесь и сейчас. Это позволит вам освободиться от той надоевшей стабильности, которая на самом деле уже-то вас и не радует. Не радует она вас по четвёрке Мечей. Нет ощущения, знаете, внутренней свободы, свободного полёта, внутреннего комфорта, удовлетворённости тем, как проходит ваша жизнь. Ещё совет для вас, совет для вас. Видите, нужно быстро сделать какой-то поворот, принять решение. Вы, возможно, стоите сейчас на грани принятия какого-то решения. То есть Вселенная как бы вас подводит к тому, чтобы вы определились, чтобы вы сделали мудрый какой-то шаг, правильный шаг. Ну подумайте, да, подумайте, что для вас сегодня важно. И нужно сделать какой-то рывок вперёд. У вас есть возможности. Вот в вашей руке жезл – это возможности, это какой-то очень весомый ключ, которым вы можете оперировать, который может вас, ну, как-то подтолкнуть вперёд, да, открыть вам нужную дверь. А реально ли вообще реализовать то, что вы сегодня хотите, то, о чём думаете, мечтаете, да, то, чего хочется вообще? Это в рамках реального или немножко нереального? Это важный момент, потому что нужно хотеть реальных вещей, да, исходить из того, что вы сегодня имеете. Да, судьба открыта, колесо судьбы, колесо фортуны. Вы можете сегодня сделать так, чтобы ваше колесо фортуны начало движение, и в вашу жизнь действительно пришло что-то более позитивное, чтобы ушло негативное, то, что вам мешает сегодня, да, что не приносит вам удовлетворения, что тормозит ваше развитие. Видите, вы в силах сегодня запустить вращение колеса своей судьбы. Вот нет здесь закрытых никаких путей. Вам никто не может помешать. Если человек хочет самореализоваться в жизни, в чём-то, да, в какой-либо сфере, это возможно. Хотите в работе, да, самореализации, у вас есть для этого возможности, открытые пути, продумайте, оцените реально, что вы можете сегодня сделать, с чего начать, продвигайтесь шаг за шагом, даже если возможности у вас сегодня нет. Изыскивайте эти возможности, да. Хотите личных отношений? Опять же, путь открыт. Шестёрка кубков – хорошая карта для личных отношений, для построения именно новых отношений или отношений так, как не будет, ну, чтобы не было, как раньше, да. для любви, именно основанных на духовном начале. Ну, видите, иллюзии. Вот пока только на уровне иллюзий. Иллюзии, мечты, планы. Когда-нибудь я этим займусь, да, когда-нибудь. Ну, повторюсь, здесь паш мечей, откладывать жизнь на потом нельзя. Чтобы что-то начать новое, нужно иногда спонтанно как-то вот принять решение, ну, скажем так, оторваться от каких-то привычных шаблонов, перестать анализировать ситуацию и пытаться там искать какие-то причины или там оправдания для того, чтобы не делать этот шаг вперёд. Да. Давайте ещё посмотрим, что нам карты скажут. Карта влюблённые. Ну, видите, выбор, да, выбор. Выбор между чем-то. Он давно назревает. А вы не хотите этот выбор делать, иллюзии семёрка кубков? Когда выбор будет сделан, видите, девятка пентаклей. Карта внутреннего комфорта, внутреннего освобождения от того, что вас давно не устраивает. Девятка пентаклей. Карта внутренней независимости от прежних обстоятельств. Замечательная. Ну, и карта удачи, девятка. Вас будет сопровождать удача на новом пути, но нужна определённость. Надеюсь, что информация была для вас полезной. На сегодня всё. Всем пока.